Все преступления против человечности и мира должны быть наказаны. Такова цель самого значительного судебного разбирательства 20 века. 20 ноября исполнилось 70 лет со дня окончания Нюрнбергского процесса, суда над бывшими руководителями гитлеровской Германии, которые понесли наказание за развязывание агрессивной войны, геноцид и массовое уничтожение миллионов людей. О значении Нюрнбергского процесса говорили в аграрно-экономическом техникуме на занятии по истории. Концлагерь Бухенвальд был создан в 1933 году. В нем содержалось около 80 тысяч заключенных. В Бухенвальде существовал девиз «Слами плоть, слами дух». За миллион ушедших жизней кровавую войну – геноцид целого народа. Нюрнбергский процесс подвел черту Второй мировой войны, которую справедливо называют «войной 20-го столетия». Об этом говорили на встрече студентов аграрно-экономического техникума и прокуратуры Ненецкого округа. Почему мы сегодня еще возвращаемся к этому вопросу? В сложной международной обстановке вы видите, что идеи расизма, нацизма, превосходства одной нации на другой, они, к сожалению, несмотря на то, что прошло 70 лет, в головах людей еще остаются. И мы видим, что в результате неправомерных акций гибнут люди, подвергаются насилию необоснованному. Главными фигурантами дела выступили Адольф Гитлер и его соратники – Генрих Гиммлер, Рудольф Гесс и Герман Геринг. Последнего называли преемником Гитлера, поэтому главные обвинения предъявляли ему. Их можно объединить в три пункта – преступления против мира, военные преступления против человечности и создание общего плана или заговора преступлений. О личности Геринга и исходе судебного процесса, который длился около года, рассказал историк Юрий Канев. Кандидат исторических наук написал не одну книгу о Великой Отечественной войне. До сих пор идут процессы по многим делам. До сих пор, несмотря на возраст, этим преступникам там бывает 95-96, их выводят на процессы, невзирая на их гряплость, маразм и так далее, их судят и приговаривают к наказанию. Это говорит о том, что урок мы не сделали. Очень надеюсь, что память о тех событиях, об итогах второго года останется. И мы, люди уже 21 века, должны это знать и понимать. Об истории и значении Нюрнбергского процесса рассказали и студенты. К памятной дате они подготовили доклады. У меня работа очень интересная, мне само она очень нравится. У меня было желание её делать. Самое обидное и самое как бы плохо, так скажем, что нет в учебниках истории про Нюрнбергский процесс, ни дат, как он происходил, вообще ни одной информации нет. Автором лучших докладов прокуратура Ненинского округа подготовила призы. Книгу Александра Звягинцева «Нюрнберг. Главный процесс человечества». Валентина Чебичев, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».